Илли Ригаладо, пастор церкви Викториус Грейс, и его жена Кейтлин обвиняются в создании и продаже криптовалюты, известной как INDX Coin, христианам, проживающим в их родном городе Денвер, штат Колорадо, США. Якобы говоря, потенциальным инвесторам, что Господь сказал ему, что люди разбогатеют, и если вложат деньги, говорится, в пресс-релизе. Но на самом деле, INDX Coin практически ничего не стоил, говорится в заявлении прокуратуры. Инвесторы потеряли миллионы долларов, в то время как Ригаладос использовали свои инвестиции для роскошной жизни. В своем видобращении Илай признала, что пара растратила 1,3 миллиона долларов. Несколько сотен тысяч ушли на ремонт в собственном доме. Против Ригаладос были выдвинуны обвинения в гражданском мошенничестве, поскольку прокуроры утверждают, что пара нарушила несколько положений закона о ценных бумагах Колорадо. В ближайшее время пара должна предстать перед судом штата Денвер, сообщает NBC News 23 января 2024 года. Мир вам, братья и сестры, христиане. Пастор использовал свое положение, чтобы обогатиться. Пошел на этот обман. Я говорил еще раз о том, что, братья и сестры, мошенничество в сфере в мире – это не такой грех большой, как мошенничество в сфере религии. Потому что идет спекуляция святым, фактически Божьими заповедями. Да, и самим пренебрежением и уезжением самого Бога, понимаете? Потому что люди, как правило, когда говорится о христианстве, говорится о Боге, люди часто открываются, они доверяются. Я говорил еще раз, говорю, братья и сестры, поймите, так говорит Слово Божие, что должна быть равномерность. Равномерность, то есть пастыри церквей должны жить приблизительно как среднестатистический член церкви. Он не пришел господствовать над церковью. Да, возможно, ему можно помочь. И, возможно, нужно помочь, если вы видите, чтобы он мог больше трудиться для Божьего, это нужно для церкви и тому подобное, братья и сестры. Да, да, но если вы видите, что ваш пастырь, например, уже богат, более того, мега богат, а вы намного-намного скромнее живете и даете ему вот эти деньги, даете ему вот эти десятины или слушаете и так слепо доверяетесь, что он говорит, что вы можете вложить некоторые инвестиции, это Божие благословения и так далее. Понимаете? Во многом виновны, конечно же, и некоторые члены церкви. Почему? Потому что многие приходят в церковь не чтобы служить, как учат Слово Божие, искать истины, а чтобы им нравится вот это учение о процветании. Они приходят в церковь, чтобы тоже обогатиться. Но они приходят к тем, которые уже более опытные, более хитрые в этом и, как правило, дурят в этом. Поэтому поймите, если вы будете понимать отчетливо, что вы должны наблюдать, если видите, что пастырь церкви ваш, ваш пастырь церкви, он живет богатым, богатый человек, помогите лучше бедным или в церкви прежде всего, или даже пусть из мира помогите бедным, а не на этому богатому пастыре, который, возможно, уже, если там посчитать ее деньги, то ему хватит для безбедной, скажем так, жизни и ему, и его детям, и его внукам, и правнукам. А вы еще, еще у него так уже денег масса, уже миллионер или мультимиллионер, еще больше снабжаете его. Как говорят некоторые крестьян, ну ему же надо, он там едет, ну, бывает, выступает в других странах, ему нужно, чтобы был личный самолет, яхта, вилла, он в разных местах пропадает, хорошо, чтобы у него там была вилла, там у него было несколько домов и тому подобное. Понимаете, даже некоторые крестьяне не понимают этого. Наш главный пастырь, Иисус Христос, он роскошно сказал, сильно, да, пусть берем то время, более такое скромное время, но все равно его больше было можно даже отнести не нищим, но, скажем так, к таким бедным людям. Как говорится, Слово Божие, равномерно, то есть бедные или там средний уровень такой, но не богатые. Вы приносите или десятины, или там какие-то другие свои пожертвования вот этим пастырям, и они еще-еще богатеют. Да даже вы извращаете их этим, даже соблазняете на то, что у них были большие деньги, и они духовно падали. Важно, поймите, не только помочь, не только дать, например, десятину, а важно еще, кому вы помогаете. Прежде всего, тем людям, которым непросто, которые проповедуют Евангелие, чистое учение, понимаете? Потому что таким людям так непросто. Вы должны быть благоразумны в этом и также не слепо доверяться вот эти разные программы экономического финансового плана. В церковь для того нужно приходить, чтобы принимать участие в разного рода таких каких-то экономических мероприятиях. А чтобы духовно заниматься духовными вещами, потому что многие церкви сейчас превратились уже тоже, и что хотите уже, и бизнес, и спорт, и разного рода там выступления, концерты и тому подобное. Только Божье чистого Слова там большой дефицит. Поэтому поступайте благоразумно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok